Всем привет, с вами Дима и Настя. Привет! Обычно мы здесь делаем обзор на какие-нибудь трэшовые и забавные фильмы, для того, чтобы сделать как можно более веселый контент. К примеру, в прошлый раз мы сделали обзор ремейка Один дома 2021 года. Но сегодня мы наоборот хотим посмотреть тот самый Один дома 1990 года, для того, чтобы зарядить вас новогодним настроением. Кстати, можете уже сразу ставить лайки авансом за хорошее настроение, и проверьте, работает ли у вас кнопочка спасибо под видео. Одинокий дом. Сегодня мы будем пить какао со всякими классными штучками. У нас есть киндеровский, это, к сожалению, не реклама, но, надеюсь, будет, чем будет реклама, киндеровский адвент-календарь. Посмотрите, какую шоколадку достал я и какую Настя. Семинизм. Мэм, 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 подожди, автор сценария. Он не настоящий. Зачем мы спорили? Режиссер Крис Колумбус. Прикинь, кто-нибудь не смотрел. Пойлер, к фильму «30-летний дом». Собаку не берем, отправим ее в приют. Кевин, уходи отсюда. И собака такая... Собачий дедон. На прошлой неделе кастрировали сегодня в приют. Он снова играл в гараже с распылителем Крея. И с пакетом. Мы об этом уже говорили. Но я же не спалил дом. Простите, мисс, а ваши родители дома? Они живут в Париже. Привет. Привет. Твои родители дома? Да. Они живут здесь? Нет. Чувак, если ты поселишься сейчас с ними, никто этого не заметит. Я не умею собирать чемодан. Я еще ни разу в жизни его не собирал. У меня была такая проблема в школе. Я боялся собирать портфель. Ну, это, блин, ответственное занятие. Я не идиот. Правда? За тебя все делают другие. Ты знаешь, что надо брать? Бас сказал тебе, хомяк, туалетную бумагу и воду. И гречку. Чего ты за утистся? Через 30 лет начнется, ребят. Бросаю бомбу. Айрен Хоу. Прикинь, я отсылку в новом «Один дома» сделал, даже не помню этого момента. Они по кадрам, если у тебя не будет. Реально по кадрам. Вот точно такая же поза была. В этом доме столько народу, меня уже тошнит. Когда я вырасту и женюсь, буду жить один. Вы слышали? Не женись, еще лучше. Она полдома отпилит. Как? Кто без нас будет кормить твоего паука? Он до отвала наелся мышиных потрохов. Ему хватит на неделю. Э, ты мусорнешься, а ты чертом станешь. Видели мы тебе. Добрый вечер. Что с моей палочкой случилось? Дима, не надо такое рассказывать всем. Врач сказал, уже можно. Кто он? Слышал про маньяка, что убивал людей лопатой? В 58-м году он зарубил всю свою семью и половину соседей лопатой для снега. Мне кажется, она быстрее сломается. И его оправдали. И он до сих пор тут живет. Условная дали. С прокурором дружит его. Одноклассник в ФСБ работает. Он снова будет убивать? Это вопрос времени. С 58-го года не убивал? По ночам ходит по улицам и посыпает тротуары солью. Какой ублюдок, а? Он просто хочет, чтобы люди выжили, не сломали себе шею, и потом он их убил. Видишь мусорный ящик, наполненный солью? В нем он хранит трупы. Это веный шашлык будет. Маринад. Вас заметили. У этого фильма реально какая-то магия. Это дело не только в ностальгии. Я подумал, это скример не донат. На скример похоже очень было. Вот та статуя, про которую говорил. Каждый раз я буду сбивать. В новом один доме понапихали всяких отсылок, паскалок. Но это без души, без любви сделано. С вас 122.50. Не с меня, парень, я здесь не живу. 122 доллара. Ну, том 50-10. С вас 122.50. Это дом моего брата, он и заплатит. Я бы его не отпускал бы с пиццей. Отлично. Кто-нибудь должен заплатить мне 122.50. Сэр, мне надо с вами поговорить. Мама, а Санта-Клаус должен проходить таможню? Нелегал. Да, и вакцинироваться должен. Иначе не пустят его никуда. Санта-Клаус с QR-кодом. Самый главный разносчик. Дорогая, разносчику надо заплатить 122.50 плюс чаевые. Разносчик. Пицца вирусом, заразим. Интеграция. Оказывается, здесь тоже были. Кевин, давай тарелку. Так вот, испортил всем праздник. Никакого праздника. Меня сначала закрыли, потом пиццу всему и съели. Кевин, пошли наверх, быстро. Почему? Выграли туда, а вы все стоите. Вот так глаза раскрыли и смотрят. Тут бегает столько лишних детей. Приехал брат мужа из Огая. Такой чувак из социальной службы зашел. Такой, ага. Позвала детей лишними. Вылетите в Париж. Надеемся улететь завтра утром. Брат моего мужа в прошлом году... Я не хочу видеть тебя до самого утра. А я не хочу видеть тебя до конца моей жизни. Ну, повтори свои слова. Может, они сбудутся. Не хочу вас больше видеть, придурки. Мысли материальны. Записывайтесь на мой бизнес-тренинг. Я миллионер, я миллионер. Я миллионер уже сегодня. Я хочу быть снова женатым. А я хочу миллион долларов. Мы проспали. Господи, они просто ускорили камеру. Так же это тоже в советских фильмах делали. А еще, например, чтобы чувак запрыгнул на люстру, нужно перемотать пленку назад, чтобы он... А у этих фургонов выгодный расход бензина? Господи, это Илон Маск будущий. Типа маленький. Отстань, мальчик, я не знаю. А какая у него скорость? Тут автоматическая коробка передач. Привод на четыре колеса. Я пересчитаю вас всех по головам. Струйтесь быстрее. Раз, два, три. Девять, девять, девять. Голос, ребенок, ребенок, три, ребенок. Голова, ребенок, все в порядке. Четыре, ребенок. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Счастливого пути. Привезите мне что-нибудь французское. Сейчас тебе французский штамм привезут. Французский штамм. Аллилуйя, французский штамм. Карантин. Ты пересчитала головы? Одиннадцать вместе со мной. Пять. Вон в том мешке лежат. Вот. И казалось бы, реальное обстоятельство бредовое. Такого невозможно в реальной жизни. И весь фильм это одно огромное допущение. Ну, опять же, это такая вот рождественская история, где возможны чудеса. Во-вторых, это пытаются максимально нам объяснить, почему так произошло. В том один дом вообще по херу. Просто вот они сделали какую-то копию, убрав все самое нужное, оставив все самое такое, лишь бы было. Задержите самолет. Мы опоздали? Нет, вы еле успели. Задержите самолет. Вы никуда не летите, разворачивайтесь. Там Макалистеры пришли. Отменяйте снегопад. Даже не верится. Надеюсь, мы ничего не забыли. Они в бизнесе? Ну, погоди, они все дети в экономе. Они как королевна такая сидит со своим королем. Классно сочетаются. У них зелененькие обои в от орнаменте. Вообще классно. Нахрена сколько сковородок, то не скажи. Солдима, который в прошлый раз смотрел сковородки в Икее. Когда у нас раз, два, три уже есть. Ну, там это, они все разные. Мама! Самолет как будто из фольги сделан, и такое ощущение. Мама твоя сказала, что много лишних детей у нее. Да? Настоящий хрусталь. Да. Ну и что? Прячь скорее в сумку. Тоже, блин, скользкий бандит. Как-то неудобно. Мы сидим в первом классе, а дети в общем салоне. С детьми все в порядке. А вот с теми людьми, которые едут с вашими детьми, которые веселятся на всю катушку, не в порядке все. На стене висит ружье, которое должно выстрелить. Он же знает, что они должны были ехать во Францию. Знает. Но ты бы ожидал, что без тебя могут уехать во Францию как бы. Нет. Хотя, когда я был совсем малый, мои братья летали в Англию без меня. Потому что я был чересчур малый. Забыли тебя? Нет. Просто не верили. Просто оставили. Вот если бы ты был чуть постарше, можно было бы устроить вечеринки всякие и хату разнести. Это мне только кажется. Только кажется. Классно. Слушай, это его воображение, что печка с него так вот разговаривает. Я в детстве вообще очень сильно боялся этого момента, потому что у нас дверь автоматически закрывалась, захлопывалась. Если ты вот так вот закроешь дверь, ты не попадешь домой. Я заставил всю семью исчезнуть. Кевин, ты совершенно беспомощный. Сука. Вот где они взяли этот прием. Я чемурил новое «День дома», так гораздо более качественно сделано. Я говорил, вы этот эффект взяли откуда из 91-го года, из 90-го. Ну давай еще что-нибудь шути. А вот этот фильм заебись. Свобода! Бас, это твоя подружка? Фу. Какие-то специально фоткалась такая. Тут все голые, какая гадость. Эх, вот если бы лет через пять бы уехали. Ангелы с грязными душами. Ах, стрессовка мороженого. Эйси сказал, что ты дашь мне деньжат. И если ты не уберешь свою мерзкую, гнусную, трусливую задницу с моего порога, я набью твои кишки пулями. Один, два, десять. Лучший в классе по математике. Медалист. Это даже не геометрическая прогрессия. Мама! Вот это еще нормальный безопасный канал включил. Там могло бы быть такое. Как будто мы что-то не сделали. Я забыл закрыть гараж. Вот в чем дело. Сейчас такие бомжики уже валяются в гараже. Кэрин! А как она вспомнила, серьезно? Давно не видела. В ремейке, мать, вообще, короче, только на следующее утро опомнилась. И утром... Господи, никогда так не делайте. Пойдем в подъезд, так же съедем. Я мечтал так делать, но мне сказали, ты разомнишься. У нас было основание от коляски и горка с крапивой на даче. И я ездила с этой горы в забор. В крапиву. Мать представляет Кевина уже, что его пума ест, которая забежала в дом. Если это тебя утешит, я тоже забыл свои очки. Если мы снимали бы другой контент, я бы на тему слова очки пошутил бы, что-то другое. Зато набрал хрусталя вам на подарок на новую боню. Сейчас загорится 662-й. Прям загорится? В смысле он сажет дом? Опа. Вообще, есть такая штука фотореле, но, видимо, тогда не было тогда в этих Америках. То есть, в зависимости от уровня освещенности срабатывает, выключатель. То есть, на Новый год в этом районе все разъехались? Это до Рождества. То есть, Рождество будет, когда мать вернется. Марвин, а вот этот дом, лакомый кусочек, там полно добра. Всяких шикарных штучек, стерео, видики. Видики, брюки. Там можно мем такой сделать. Короче, он чувак, который ностальгирует. Для него это сокровище. Всякие видики, прикольные штуки из 90-х. Если будем переозвучивать, то можно эту тему сделать. Что они просто хотят поностальгировать в этом доме. Вы пьяны, мистер Гринч. Вы король всех горьких пьяниц. Дядские мультики. Так он же не пил же ничего. Ставки на спирт. На спирт, да. Господи. И сюда пролезло. Куда? Обойдем дом и спустимся в подвал. Ты же говорил, они уехали. Должны были уехать сегодня утром. Я больше не боюсь. Здорово. Скажи, это мои лопатя. Здорово, отец. На что рассчитывал этот дедок? Он хотел дружить. С лопатой подходит к маленькому ребенку. Вообще, мне хотелось спросить, что случилось у тебя, малыш, там, раз ты кричишь. Полицейский участок. Здравствуйте, я звоню из Парижа. Мы... Похвастаться. В Париже отлини. Соединяю вас со специалистами по семейным конфликтам. С социальным работником вас соединяю. Сейчас еще на учет поставят вас и правы действующие. Ребенок подвергся физическому насилию со стороны пьяного или душевнобольного родственника? Нет. Он стал жертвой несчастного случая? Не знаю, надеюсь, что нет. Вся суть службы поддержки. Наш друг пропал пару дней назад, и мы пошли его проведать, а он в коме, и ваша гарнитура на голове. Проданная вам гарнитура испытывает кое-какой проблем. Я удовлетворил все ваши потребительские нужды в своевременной и углашительной манере. Вы пока ничего не сделали. Верно, мы ничем не можем помочь. Так, ответил ли я на ваши вопросы в своевременной и уважительной форме? Кстати, ребят, хотите, чтобы мы сделали ролик, сколько раз могли умереть мокрые бандиты, как мы делали по аналогии с Гарри Поттером? Я хочу, я хочу. Все, один лайк уже есть. Ставьте ваши лайки. Дома никого нет. Пусть еще раз пересчитают своих детей. Ни на Чикаго, ни на Нью-Йорк, ни на Нэшвилд. Ничего. А частный самолет? Простите, но мы этим не занимаемся. Частный самолет. Тебе в этом год придется работать. Они из Америки. На машине езжайся. Другой континент. На Титанике через Атлантику. Может, записать вас в лист ожидания вдруг появится место? В феврале. Это как у Высоцкого было про аэропорт. Вдруг слышу, пассажиры за ноябрь, ваш вылет переносится на май. Пока. Приятно, она проведет Рождество без семьи. А муж такой... Кевин, как и договорились, я тебе пятихатку скинул. Я не могу найти свою зубную щетку. Куплю новую, когда пойду по магазинам. А так, я в отличной форме. А что ему там щипало? Это же после бритья, правильно? Не знаю. Я в детстве не пробовал это делать. Прикинь, батя еще и после бритья этим делает. То есть, что у него там должно разъедать все? Туранту, Вася, ты свободен. Можно на мокрого бандита списать. А рогах? Это даже не икеевские полки. Это ДСП. Викей просто ребром картон сделал. Класс! Бас копил эти деньги всю жизнь. Херовая у него жизнь. Чак, это снова Питер МакКаллистер. Мы все еще в Париже убрали. Тот дом, где мы были вчера, был дом МакКаллистер? Да. Ты прав, они уехали. Ну вот, если бы не позвонил, Кевин был бы в безопасности. Эта зубная щетка одобрена стоматологической ассоциацией? Не знаю. Насмотрелся рекламы. Она такая, да, одобрена. Яйцо становится мягким, когда его натираешь. Наоборот, наоборот. Не становится. Мягкое плохо. Кто помнит, ставьте лайк ностальгически. Что случилось, Сайка? Зубы болят. У тебя две дырки. Опять дед с лопатой крадет. Скажи, я стоматологическая ассоциация, все одобрено. Сказать ему, что она одобрена. Наверное, это так и есть. Я хочу дружить. Я дружить хочу. Он за носу оторвал. Нет, за уседку. За уседку оторвал. Ты должен заплатить за зубную щетку, слышишь? Джимми, останови этого мальчика. Что, он окрасывал на щетку? Ну да, он испугался. Деда с лопатой. Ребенок-то не знает, как в таких ситуациях себя вести. Естественно, у него, блин, стресс. Теперь, что в голову пришлось избежать. Проход в ноги. Тип стоял, прям ждал. Пас полицейским на вратаря. Пас на вратаря. Отлично. У нас бывает в футболе так наша сборная играет, блядь. Пас на вратаря. Пас на вратаря, блин. Не, мы так просрали вот сейчас как раз такие. Помнишь, последний чемпионат смотрели? И я говорю, нельзя давать пас на вратаря, потому что это самое. Сейчас может быть гол. Я преступник. И вылезли. Вот. Молодец. Вот почему не мокрые бандиты. Они говномрази. Мокрые бандиты. Ублюдки. Мало того, что и так ограбили людей, что их имущество повреждают без каких-либо бонусов для себя. Все великие воры оставляют свою метку. Мы мокрые бандиты. Ну да, и при этом как бы узнали бы о том, что в квартале было ограбление, тогда, когда они вернулись. А так все узнают сегодня же, когда все затопит. И будут проверять другие дома вообще. Что ты смеешься? У них шарики эти снежные. Они крадут и ставят себе на приборную панель. Это прикольно, что он не смотрит на них, потому что у него высоконравственные моральные страдания. Осторожно! Санта-Клаус не приносит подарки мертвым. Это логично. Но за пять тысяч... Дискриминация! А если он хорошо себя вел в этом году? Терин. Терин. Крадется. Терин, терин, терин. А мы границы, а не вкусные страдания. Вас заметили. На дерево форгон такой. И дрожит. Могли бы машину сделать. Новогодники на кусь. Что там такое? Бандиты крадутся, да? Мокрые. Ненавижу мокрые. А елку покажут? Не макайте на куся в кофе. Я бы перевернула. И вот он мне шурупы сыграл. Ой, ползет. Может, он зашел в церковь? Я в нее не пойду. Я тоже. Сгореть боитесь? Сгореть боитесь? Дух Рождества спас его. Лейтел. Такой дом, у них огромный. Прямо у каждого своя комната, наверное. Странно, что Фуллер с ним должен спать. А Фуллер, если попал в гостях, это из другой семьи. Они что, вернулись из Парижа? А то веревок не видно даже мне. Силуэты веревки не будет видно, да? Откуда у него столько манекенов? Чем у него родители занимаются? И технических знаний. Это прям этот, юный Джон Крамер растет. Придем сюда завтра, может, они уберутся. Надо же тень тетки у окна крутится и крутится, стоит уже полчаса. Ее там штормит, наверное, эту женщину. Откуда он понял, что они уехали? Придел, он высовывается такой. А он стоит возле окна такой, видишь, что там манекен сидит и малой. Я хочу кремлетки такие. Кремлетки с кетчупом, это, конечно, ваш способ весьма специфичный. Это типа как коктейльный соус, а не кетчуп. Но у нас нет кетчупа. Ты совсем не волнуешься за Кевина? Мы живем на самой скучной улице в Штатах, где не может произойти ничего опасного. Вдруг с ним что-нибудь случится. У нас есть детекторы дыма. Детекторы дыма от потопа, например, спасут очень хорошо. Да. Кто там? Это ваша пицца, сэр, от малыша Нера. Оставь все на пороге и убирайся к дьяволу. Юный видеомонтажер. Как он так классно. Ладно, по нему нарезаны были бы отдельные. Как ты так вот попадешь, перематывая? Вдруг чуть больше, чуть меньше. Я сосчитаю до десяти, если ты не уберешь свою мерзкую, гнусную, трусливую задницу с моего порога, я набью твои кишки пулями. Десять! По-моему, опасная работа от них. Че он не сообщил начальству полиции? Ну, блин, сколько гирлянд? Сколько им за электроэнергию приходит? Учитывая, что тогда, ну, хоть и были светодиоды, но светодиодных гирлянд, по-моему, не было никого. И это, конечно, жрало до хера электричества. Пошли, РН, посадка началась. Эта девушка предлагает нам два места в первом классе, если мы полетим в пятницу, плюс кольцо, часы... И две тысячи рублей. Вот если она сходит со мной на свидание... Я в отчаянии, я вас умоляю, вы же тоже мать, ну, пожалуйста. Ну, если она в отчаянии, то точно сходит со мной на свидание. А как же билеты, ведь, оформленные на неё и на них? Как их посадить вместо других? Вот, да, тоже странно как-то. Переоформить только? Ну, да, переоформлять, да. Опять же, там уже началась посадка, ну, как-то это нелегально нужно заскочить. Хоть моются каждый день. А че им еще делать? Мыться и нелегальной щеткой чистить зубы? Блин, тогда компьютерных игр особо не было. Ну, игрушки есть. Он не издается с этим лосьоном. Рутина. Взрослая жизнь. Пятерочка. Голос, пятерочки. Убей меня. Девятнадцать восемьдесят три. Хорошо. Капец, вот это вот всё девятнадцать, а пицца одиннадцать. Точнее, даже двенадцать на практически. А где ты живешь? Этого я вам не скажу. Почему? Потому что вы незнакомый человек. Это когда браузер тебя спрашивает местонахождение? Она тоже кто-то из банды мокрых бандитов. Прям-прям одновременно всё рухнуло. Настроение, Кевин, с пагетами. Здравствуй, Кевин. Воткнись. Всё. Сап, оборвал свой страх. Видал я, че пострашнее? Я тут в супермаркеты хожу каждые выходные. Знаете ли, ЖКХ всякие. Не напугать меня, третьечка. Ведь не можно. Змей. Знаешь, что я сделаю? Змей. Вспоминает. В своих кругах он встречал оля змея. Если ты не уберешь свою мерзкую, гнусную, трусливую задницу с моего порога. Смотри. Я набью твои кишки пулями. С Новым годом. Ладно, Джонни, я понял, я ухожу. Один, два. На две части какие-то яйцо делятся. Ого. Бля, техника дома была. А че ж датчики дыма не срабатывают? Лучше сказать, что они срабатывают, там уже всё в огне будет. Ждачу оставь себе, грязное животное. Блин, я бы так хотела, чтобы оригинал этого фильма был. Я бы посмотрела. Я раньше слышал эту кличку. Прям такая редкая. Змей? Змей, змей. Не знаю я никакого змея. В этих местах работаем мы. У них поделена юрисдикция бандитская. Давай посмотрим, кто это. Я не сплю уже 60 часов. Я устала и грязная. Хочешь меня? Грязное животное. Сейчас Рождество. Время вечной надежды. Расскажите это нашему мэру, который закрыл торговые центры перед Новым годом. Что Рождество. Время вечной надежды. Гринчернатор. Гринча осенила великолепная кошмарная муссель. Приятно познакомиться. Я король польки со Среднего Запада. Я его поляком назвал. Это просто полька. Мы продали 623 пластинки. Желательные. И душу. Дьявол. За популярность. На Среднем Западе. Я думал, вы нас узнали. Когда-то у нас было несколько хитов, но помните? Полька, полька, полька. Они даже не придумали песню. Такая у тебя 10 тысяч подписчиков, ты всем объясняешь, кто ты. Ну, тогда вы с нами не едете, дамочка, знаете ли. То есть человек в отчаянии, а ты подходишь и начинаешь лечить такую хрень. По существу. Раз вам надо в Чикаго, мы с удовольствием вас подвезем. Это по пути в Милуоке. Вы меня подвезете? Только вы будете слушать Ольку. Много часов ей ехать? Сука, какая же там акустика ужасная, мне кажется. И как там громко. Вы умеете играть? Да, я же тоже, блядь, королева польки. Давайте, попробуйте. Дунь в мой тромбон! Давай, ну че ты? Гляди, какой большой тромбон. И спинявый. Они где-то живут вообще в целом? В фургоне. Через пять в фургоне все. Они тоже грязные. И тоже хотят попасть к ребенку. Они хотят быть мокрыми, помыться в чужом доме. У них этот, трейлер для путешествий. Дом на колесах. Ну и просто все вынесли из домов, и теперь у них свой дом на колесах. По-моему, этот сопляк нас дурит. Вот я ни разу, я не помню, чтобы он елку пилил, прикинь. А как они поняли, что он дурит? Может, он самостоятельный? Ну да. И дофига, и ему задания много дают. Санта-Клаус, Николай Чудотворец, Микола. Я, кстати, вам обязательно потом как-нибудь расскажу историю, как я видел мощи Санта-Клауса в церкви. Нет, он жив! Николай Чудотворец, прототип. Ой, господи. Палился. Сейчас малой комментарий нас смотрит, пойдет. Мам, что мы наделали? Я знаю, вы не настоящий Санта-Клаус. Да, интересно. Почему ты так решил? Скажите ему, пожалуйста, пусть в этом году вместо подарков он вернет мне мою семью. Надеемся, что он не знает, что такое мощь. Но он может погуглить. Это тебе не Гевин в 90-е. Поэтому вырежите и говорите, что Санта-Клаус жив. Вы не поймете. Как Цой. It's alive! Санта-Клаус! Раз в год Санта-Клаус восстает. Собирается по частям, все мощи собираются, а Николай Чудотворца. И мозги всем разносит. Ну, ему же нравится, он думает, что и всем остальным. Каждый, кто встречает Санту, должен что-нибудь от него получить. Вот, давай лапку. Коронавирус. Лапку. Только не порти аппетит. Тремя этими тик-таками, в которых по две калории. Такая тачка у него классная. Да. Сколько у него под капотом оленевых силах. Как он регистрировал свою машину в ЕБДД. Американское ЕБДД. Киноплей. Почему в этом районе сели только большие семьи? К ним подселись, они же, это, проблема многодетных семей, они не заметят. Тут столько много лишних детей бегает. Тут бегает столько лишних детей. Это, ребеночка как это, да родите, не выбрасывайте, я себе заберу. Господи, а церкви какие щита на электроэнергию приходят. Смотри, там все кусты украшены. Но это прихожане платят. Тут дед. С лопатой, прикинь, пришел в церковь. Она такая рядом стоит. Там поет моя внучка. Такая маленькая, с рыжими волосами. Она твоя ровесница. Ты ее знаешь? Очень странно, что ты знаешь о нем, такие подробности, сколько ему лет. Знаешь, по-моему, если тебя мучает чувство вины, надо приходить сюда. Правда? А вас мучает чувство вины? Нет. Я не жалею о всех этих людях, которых я порешил своей лопатой. Если ты думаешь, что я не нападу на ребенка в церкви, то ты ошибаешься. До того, как сюда переехала твоя семья, я поссорился с сыном. Мы с ним здорово поругались. Здорово! Нет, я ебнул его лопатой и засолил в бочке. С тех пор мы не разговариваем. Потому что засоленные в банке люди не разговаривают. В бочку засунула голову. Алло! Арнольд! Я всегда боялся нашего подвала. Там темно, валяются непонятные вещи. Тела. Все подвалы такие. Хочешь, мой покажу. Особенно подвал этого Кристиана Грея. Из 50 оттенков. Ты что хочешь сказать? Что вы должны позвонить сыну. А если он не станет со мной говорить? То сбрось его бочку в океан. С ним. Бочку с ним. Сделайте попытку ради вашей внучки. Поп и тку. Симпол Димфтку. Приятно было с тобой поговорить. И с вами тоже. Спроси, что с рукой. Прикинь, мы так тоже можем прийти в церковь и сказать, а вон моя внучка поет, а сам не внучка. Вошел в доверие. Так и на кусь будет один дома. На европейское Рождество. Какая ирония. Сейчас какие-нибудь адыгейские мокрые бандиты увидят и к нам залезут. Больные ублюдки. Это мой дом. Я должен его защищать. И кинокусь будет. Я должен защищать свой дом. Разложат везде, короче, выкакойные свои бомбочки. Скользкий пол сделает. Да. Откроет, короче, балкон. Как раз будет похолодание. Сделает лужу, чтобы подскользнулся человек, выпал из балкона. Это будет самая короткая версия День дома. Лайк, если хотите увидеть. Ну, класс. Ручка бы уже расплавилась бы и отворилась бы нафиг. Ты уже не один. С тобой есть Тарантов Егор. С причала рыбачивал Тарантов Егор. Как я обожаю, как он готовится. Вообще классно, господи. Обычно мы уже уставшие к концу съемок. Сейчас я готов, но закончу снимать. Вот еще лечь на диван и на телеке посмотреть. Прямо 10 раз подряд посмотрел. Это чак-чак или что это? Господи, благослови этот питательный макаронный обед для микроволновки и людей, которые мне его продали. Аминь. Благослови этот дошик. И еще и тех людей, у кого я украл зубную щетку. Он, кстати, поэтому боялся звонить полицию и решил сам противостоять мокрым бандитам. Ну вот, теперь главное не испугаться. А если испугаешься, то они на этом подскользнутся. С Рождеством тебя, малыш. Мы Санта-Клаус и его эльф. Ты думаешь, что ты эльф, а твой напарник думаешь, что олень. Будь умницей, открой нам дверь. У вас тоже закололо, да, там, фантомные эти сострадальческие боли, эмпатические? То есть он из этой щелки? Быстрелил ты. Привет. Сука, у нас, блядь, в Адыгее, в подъезде, какие обмутки просто положили, нету не уличного исполнения плитку, а обычную домашнюю, сука, скользкая. Там просто по перьям, как по канату забираешься. Да, да, чисто вот мокрые бандиты и мы, скользкие бандиты. Вот-вот, вот прямо вот так же мы заходим. На хер его зовут? Это не зонт, это лом. Лом. Слушай, против лома нет приема. Да. С ломом уходит, когда от дождя прячется, а с зонтом дверь вскрывает. Блин, было прикольно вставить, короче, Юрия Никурина. Помнишь, он в операции И срывал эти самые крючки ломом? Кто дипфейками занимается, сделайте, пожалуйста. И операция И была задолго до один дома. Сука, морды кирпича просят. Боди-арт бесплатно, недорого. Пока он летел, я успел два раза его перекрестить. Боди-арт. Подержу-ка я подольше. Сгорел на работе. Макдональдс. Подожди, он же не вот так вот ровно хватался, он хватался вот так, то есть у него буква им должна быть под углом. Тату. Бесплатное тату сегодня. И на эту, и на ту я... Набью себя тату. Тату, да. Нельзя сбоку идти. А чем он болел? Гудрон это что это? Ну типа да. Откуда у него гудрон? Откуда у него манеке? Продолжай. Это в этом в тихом месте украли, она тоже там на гвоздь наступила и разоралась. Просто до свидания, нога, потому что часть гудрона попала внутрь, там, в кровь. Это прям вообще... Да. И от столбняка нужно прививочку срочно сделать. Опять. Все, малыш, ты покойник. В этом месте уже ручки чем-то, чем-то трогала, они руками. Сгорел на работе. На Петро Сиона так похож на это. И двигается так же, как Петро Сиона. Стильно. Модно, молодежно. Что еще посередине волосики остались? Классно, а? Прическа недорогая. Островок надежды. А там других окон нет, там нахера окон же. Прям такой, на, надо со всей силы жахнуть. У меня нога проткнута гвоздем, не буду смотреть, куда я и наступаю. Придурки! Я наверху! Ловите меня! Вставь из гриффинов, короче, вставку, как было бы на самом деле, если бы один дома был в реальной жизни. Эй, осторожно, тут машинки на полу. А лестница в подвал вся во льду, так что мы туда не пойдем. Между прочим, ребята, у меня и ресторанту. Ловите меня! Ловите меня! Валя! Ах, ты паршиец! Да, вот так вот еще сделаешь, чтобы он лучше приедет. Огромная муха! Ты покойник! А почему оно резко выстрелило, как из пушки? Оно же было равномерно. Может, там было что-то? Я поймал его! Егор, идем, будем дружить. Помоги! Теперь это его дом. У него прям в рот залазил, у него череда. Это когда ты зашел домой в комнату, а там в углу сидит такой паук. Не двигайся! Марф, что ты делаешь? Марф, массаж! Чисто, короче, кость, ребро ему в сердце воткнулось и все, и пока. Очень смело. Кстати, не каждый сможет выдержать свой собственный вес на руках. Кевин, тебя подвинили! Что это за мужик вместо Кевина? А я бы не заметила. Это реально, он реально взорвался. Ну, хотя бы лет на пять постарше точно. Может, покончил с собой? Чисто, чтобы им насолить, чтобы им больше срок дали. Покончил с собой. Но он вызовет полицию! Как он вызовет полицию с дерева? Сейчас бы вызвал, да? Голубин письмо отправил! А мы помним, что там скользко, низкая температура. Значит, канат еще и холодный, помимо того, что и скользкий. Холодный, да, скользкий, твердый. Блин, они бы об землю ударили, скорее. Потому что они далеко проползли. Какая у них мотивация продолжать? Эти лужи не замерзли, а у него лестница замерзла. Это их дом? Нет, это вот соседних, которые они уже горбанули. Видишь, затопило. Мокрые бандиты. Привет, дружок. Как удобно. Она там редко стоит. Сюда. Этой лопатой алюминиевой сильно не это, она проще сломается. Пошли, я отведу тебя домой. Если только бокс затащит этой лопатой, можно не затачивать, можно поширить. Не будем инструкции, будем давать. Запомните, мы мокрые бандиты. Так и запишите, мокрые бандиты. Заткнись, Марр, иди в машину. Вед Краймс как-нибудь, как там бандиты. Ну, потом послушаешь. И машина полицейская новогодняя с огонечкой. Вообще классно. Морковка с молоком. Интересный выбор Кэвин. Какой у него халат. Я такой же хочу себе. Классно, что подарки оставили, кстати, дома. Несмотря на то, что собираются Рождество отмечать в Париже. Может быть, на Новый год? Мы на гастролях по 10-11 месяцев в году. Мы почти не видим свои семьи. Возьмите Джо. Он все время забывает имена своих детей. Возьмите Джо. Возьмите Джо. С детьми. Он нас задолбал уже. У вас все равно семья многодетная. Одним Джо больше, одним Джо меньше. Но однажды я оставил ребенка в похоронном зале. Я был очень расстроен. Но вы понимаете, умерла моя жена. На Рождество на ней? Да, ребенка было зашибись. Ммм, подкатывает. Умерла моя жена. Такой намекает. Он там весь день просидел с ее телом. Господи, это он... На месяца через полтора он был в полном порядке, пришел в себя снова... Да, в полном порядке. Подожди годиков 10-15. Вы почему эту историю не взяли для... Ну, сиквела там? Я плохая мать. Я плохой отец. У нас столько общего. Кевин! Кевин! Не, Кевин ни разу не плакал, молодец. Я бы был бы малой, бы я бы там вообще... Поначалу бы кайфовал бы, а потом уже через два часа бы ныло бы. С Рождеством, мой дорогой. Уезжай, откуда пришла? На нее смотрят скептически. Такой, ты мне настоящая мать. Ты мокрый бандит. Кевин, прости меня. Загримировался? Я вижу, у тебя зуб вставной сверкает. Кстати, в ремейке один дома, Кевин уже взрослый, у него своя частная охранная фирма, да, по этим сигнализации. Они очень хотели, но... А бас работает. Ну я же не заспалился. Ну сорнулся, черт, еба. То есть она могла не отдавать браслеты и тому подобное. Как они долетели такой толпой, если ей обещали только днем этого дня что-то придумать. Да, видать, короли-польки часто останавливались на заправке. Мы летели утренним рейсом. Помнишь, ты не хотела его дожидаться? Кошмар. Ирина, в Рождество в своем люди лететь. Ради одного говнюка. У нас нет даже молока. Я вчера все купил. На деньги база. Он ходил за покупками. Он не умеет завязывать шнурки. И он ходил за покупками. Не умеет завязывать шнурки, но, блин, спроектировал такие ловушки. Ага. В которых надо было завязать что-то погребче, чем на шнурках. Да, там там это самое, конструктив их довольно хороший. Особенно к домику на дереве надо было завязать крепенько, шнурок, чтобы выжить. Ари, вот сэс. Дорогая, что это? А, это моя коронка. Семерка. Ты никогда не видел. Сставной у меня ссорок. Сорока принесла на хвосте. О, воскресли его, родственники. Не, почему воскресли? Они же были засолены. Это была база подозвать. Сказали, эй, слышь, черт, эй, что ты говорил? На деда наговаривал, что он там маньяк. Семью свою засолил. Жиреют реквизиту, смотри, как обильно сыплет. Там сидят два мужика, пенопластыруют такие. Сука, блядь. Ругают на огромной терке. У меня уже руки затекли, да, да, просто друг об друга тереть. Да, друг об друга. Вот так вот натирают. Реквизиторы шики такие. Кевин, что ты натворил в моей комнате? Что ты натворил в комнате? Он же полки переломал. Никто еще не знает про морных бандитов. Надо было рассказать. Что ж, ребят, я надеюсь, вам понравилось. Как видите, не только над тупыми фильмами можно поугарать, но и даже и с хорошими. И классно провести время. И тоже пошутить, повеселиться. Я надеюсь, что у вас теперь появилось новогоднее настроение. Если у вас все-таки еще нет настроения, обязательно нарядите елку, приготовьте подарки близким, делайте добро, и тогда вы обязательно почувствуете. Что там сделать этот календарь? Напишите письмо Деду Морозу. Всех с наступающим Новым Годом. Всем добра, хорошего настроения. Всем пока. Пока. Смотрите фильмы сердцем, особенно вот такие. А долго махать? О, сосканируйте QR-код. Так вы можете пройти до другого центра. Здесь написано, что вы шоколадка. Здесь написано, что вы новогодняя игра. Слепите на улице Снеговика. Мы в Краснодаре. Там шашлыки под окнами жарят. Какого снеговика? У нас плюс 16. Завтра что-то большое будет. Наверное, айфон. Продолжение следует. Продолжение следует...